Когда слышишь, что животное может круто регенерировать, обычно думаешь о каких-нибудь ящерицах, медоедах или ком-то подобном. Но никак не об оленях. Тем не менее, свидетельства говорят о том, что некоторые олени гораздо более стойкие, чем кажутся на первый взгляд. Охотник в Северной Каролине подстрелил белохвостого оленя. Обычное дело. Однако, когда мужчина обрабатывал свою добычу, он неожиданно обнаружил, что в ребрах животного торчит стрела. И это была совершенно точно не его стрела. Она прошла по диагонали через пять ребер оленя, почти полностью покрывшись слоями костей. По сути, стрела стала чем-то вроде шины для поврежденной грудной клетки и не мешала оленю, а помогала ему выживать. То есть, когда-то давно кто-то выпустил в животное стрелу, но та не убила оленя, а просто сломала ему ребра и застряла внутри. После этого он спокойно жил в свою оленю жизнь дальше. На самом деле, хотя это все выглядит немного пугающе, специалисты уверяют. Кость нередко растет вокруг структур, вторгающихся в тело. Правда, обычно это что-нибудь меньше стрелы, например, оставшиеся в жертве зубы хищника. Но оленьей регенерации в целом плевать, что именно застрянет в теле. Если чужеродный предмет не получается вытащить и он не вызывает заражение, то для организма проще просто его поглотить. И дело не только в костях. Рога северного оленя покрыты бархатистой мягкой кожей, которая обладает способностью почти идеально регенерировать. Ничего подобного никогда не наблюдалось ни у одного другого крупного млекопитающего. Любые раны на этой коже затягиваются за месяц или быстрее, не оставляя никаких шрамов. Не страдает ни пигментация, ни короткий мех. А, и не забывайте о том, что северные олени еще и сбрасывают рога. Самцы и самки делают это каждый год. И каждый год отращивают новые со скоростью до двух сантиметров в день. Некоторые ученые даже говорят, что рога растут быстрее, чем любая другая ткань в животном мире. Ну а если вам нужны еще какие-то доказательства неожиданной крутости оленей, посмотрите на этого парня. Рана на его спине настолько большая, что это уже даже не животное, а какой-то зомби. И все же олень идет так, как будто его вообще ничего не беспокоит. О, кстати, вы когда-нибудь слышали о такой вещи, как оленьи-циклоны? Когда стадо находится в опасности, олени начинают кружить вокруг охотников, образуя целые водовороты. В древности олени таким образом защищались от викингов, и даже свирепые норвежские ребята были просто сбиты с толку. Когда вокруг тебя носится столько оленей, физически почти невозможно нацелиться на кого-то одного и выбрать жертву. Думаю, еще одной проблемой было то, что олени вообще-то довольно тяжелые животные. А если они бегают, окружив тебя со всех сторон, как-то поневоле начинаешь опасаться, что просто погибнешь под копытами. А раз уж мы заговорили про север, давайте уделим немного внимания белым медведям. Конечно, они не образуют циклоны, как олени, да и в фантастической регенерации замечены не были. Но зато медведи, несмотря на свои впечатляющие размеры и вес, способны передвигаться по очень тонкому льду. Да, они отлично плавают и без проблем переносят низкие температуры. Но даже при таком раскладе белым медведям может не хотеться проваливаться под лед. Когда зверь видит, что лед слишком тонкий и выглядит опасным, он делает несколько пробных шагов. А затем растопыривается. Распределяет вес, чтобы минимизировать риски, то есть очень широко расставляет лапы, а при необходимости вообще ложится на лед и скользит вперед, отталкиваясь ими. Выглядит все это очень забавно, но раз медведи продолжают так делать, то способ действительно рабочий. Еще одна причина, по которой у белых медведей получается передвигаться по тонкому льду – неумение впадать в спячку. Если бы они делали это как бурые медведи, лед бы точно не выдержал. Дело в том, что перед традиционной зимней спячкой они стараются наесть как можно больше жира, чтобы организм ни в чем не нуждался. Медведи буквально едят все, что только могут найти. Поймать и съесть 30 лососей в день – отличная идея. Почему бы нет? Но не думайте, что медведи просто глотают рыбу целиком. Они едят выборочно, потребляя только кожу, мозг и икру рыбой, потому что если есть самые жирные части добычи, получишь максимум калорий при минимуме затрат энергии. А калорий медведям нужно много. Во время подготовки к спячке они потребляют около 30 тысяч калорий в день, а в некоторых случаях эта цифра может дойти до 60 тысяч. Однажды веб-камеры в заповеднике Катма и на Аляске зафиксировали настолько толстого медведя, что он буквально был круглым и с трудом передвигался по берегу реки. Биологи назвали его 747, видимо в честь Боинга, и сказали, что временами он больше похож на бегемота, чем на медведя. Но вот что интересно, любое другое настолько толстое животное в дикой природе было бы обречено на смерть. Однако 747 – доминирующий самец, медведь, с которым просто нереально спорить. Его размеры дают ему преимущество. Он 20-летний медведь-ветеран, который очень хорош в рыбной ловле и может выбирать себе лучшие места для охоты. В общем, именно поэтому 747 и смог вырасти таким большим. Сложно спорить с кем-то, кто выглядит как мохнатый бегемот. Большинство медведь и просто уступают ему свои места. А теперь скажите, вы когда-нибудь сталкивались с историями о моряках, которые увидели белух и приняли их за русалок? Якобы отсюда и пошли легенды, а потом Дисней решил снять ремейк своего же мультфильма и все переругались. Но речь сейчас, конечно, не о ремейке, а о белухах. Мне всегда казалось странным, ну как можно перепутать зубатого кита и русалку. Оказывается, можно, если увидеть белуху вот с такого ракурса. Нет, это не ноги, хитрым образом спрятанные под кожей. Симметричные и похожие на кости выступы вообще не имеют никакого отношения к конечностям. Это ворвань. Дополнительная жировая изоляция, которая нужна млекопитающим, чтобы плавать в холодной воде. Ворвань может достигать 40% массы тела белухи. Да, и еще добавьте сюда песни, потому что белухи считаются самыми голосистыми из своих родственников. Возможно, когда-то путешественники были слишком впечатлены звуками и внешним видом этих китов и просто выдумали прекрасных морских дев. А вообще белухи могут быть не только русалками, но и подводными бодибилдерами. Фотографу Дэвиду Мэрону удалось сделать снимки самца, который красовался перед самками, демонстрируя им кубики на животе. Ну или что-то вроде того, но мускулатура все равно впечатляющая. Если бы моряки прошлого увидели таких белух, вместо историй про русалок у нас были бы легенды о подводных гераклах или шварценеггерах. Не меньше. Как насчет него? А теперь представьте, к вам приближается огромный рой пчел. Скорее всего, вашей первой и самой логичной реакцией будет уйти с их дороги. Или лучше вообще куда-нибудь спрятаться. Но вот интересный факт. Если пчелы перемещаются большой группой, то это часть процесса роения. Большая группа медоносных пчел покидает устоявшуюся колонию и улетает, чтобы основать новую. Такой вот способ размножения. Рой медоносных пчел может содержать от нескольких сотен до нескольких тысяч рабочих пчел, несколько трудней и одну королеву. В большинстве случаев раи не представляют особой опасности, потому что пчелы питаются перед роением и не особенно хотят кого-то жалить. Да и нового дома у них пока нет, защищать нечего. И вот вся эта компания летает совсем недолго. Потом садится на какой-нибудь объект и ждет данных от пчел-разведчиков. Это может быть ветка, крыша дома или даже бок носорога. Я серьезно. Если где-нибудь посреди саванны пчелы не найдут себе другой временный аэродром, они легко могут сесть на носорога. При этом и насекомые, и сам носорог не испытают никакого дискомфорта. Как я уже сказал, во время роения пчелы не опасны, и носорог, похоже, тоже это понимает. Ну, сидят и сидят, не мешают же. А если бы в саванне можно было резко выключить свет, то все пчелы бы сразу свалились с носорога. Да чего уж там, они бы и в полете попадали. Ученые проводили эксперименты и выяснили, что пчелы валятся на землю, как только гаснет свет. Правда, ученые до конца не уверены, почему это вообще происходит. Есть несколько версий. Например, это может быть механизм навигационной блокировки, который позволяет Рою немедленно фиксировать свое положение в случае внезапных изменений погоды. То есть погода испортилась, солнце спряталось за тучами, все должны резко сесть, чтобы потом, когда все наладится, не забыть, в какую сторону двигались до этого. Если продолжать лететь в плохую погоду, слишком велик риск того, что тебя просто снесет ветром в неизвестную сторону, и ты погибнешь. Так себе перспектива. Еще один вариант – использование пчелами положения солнца в качестве навигатора. Как только солнце, ну или его электрический аналог, перестает светить, пчелы сразу же прекращают движение, потому что не очень понимают, куда им, собственно, надо двигаться. Или же это просто так называемая реакция жертвы. Как только над пчелами возникает тень от крупного хищника, они падают на землю, где у них меньше шансов быть обнаруженными. Короче, как бы там ни было, все это очень интересно. А пока ученые исследуют причины падения пчел в темноте, Google берет верблюдов на работу. В 2014 году компания наняла верблюда по кличке Рафия, чтобы сделать снимки для Стритвью в пустыне, вернее в Азисе Лива, крупнейшем на Аравийском полуострове. Территория шириной 100 километров оказалась неподходящей для обычных автомобилей, а вот верблюд легко справился с таким маршрутом. Вообще, этот верблюд стал первым животным, на котором была установлена камера для трекинга, от Google, но вряд ли он оценил свою роль в истории. Как и хомячок Чарли, который управлял грузовиком. Да, хомяк-дальнобойщик. Он появился в ролике, созданном шведским рекламным агентством Forsman & Bodenforce для Volvo Trucks. Тогда компания как раз запустила новую технологию, которая сделала даже тяжело нагруженный грузовик легким и маневренным. Настолько маневренным, что хватило хомяка весом 175 граммов, чтобы провести грузовик по узким неровным колеям в карьере. Чарли помогал опытный каскадер, он занимался педалями. Люди спорят, действительно ли хомяк мог рулить грузовиком или это только маркетинговая уловка. Но эй, выглядит-то в любом случае круто! Конечно, не стоит ждать, что грузовики специально приспособят для хомяков. Это было бы странно даже для современного мира. Зато точно известно, что когда-то стаканчики для Макфлури, мягкого мороженого из Макдональдс, стали именно такими, какие они есть сегодня, из-за ежей. Вообще, конструкция довольно простая. В крышке есть отверстие, чтобы можно было доставать мороженое ложкой. Однако, некоторые из старых поклонников Макдональдс могут помнить, что до 2006 года отверстие в крышке было намного больше, чем сейчас. Как оказалось, дизайн пришлось изменить из-за ежей. Их привлекал запах сладкого мороженого, зверьки рылись в мусоре, пытались достать его и застревали головами в крышках. Звучит абсурдно, но именно это стало причиной. Британское общество охраны ежей провело кампанию за изменения. И в 2006 году Макдональдс сделал отверстие меньше, чтобы ежи не могли засунуть голову внутрь. Помогло ли это? Ну, в целом, наверное, да, но полностью проблему так и не устранили. Люди продолжают выбрасывать мусор где попало, мороженое все еще пахнет вкусно, а ежи все еще полны решимости до него добраться. Поэтому время от времени они застревают и попадают к ветеринарам. Короче, самый надежный способ – правильно распорядиться упаковкой из-под мороженого, чтобы она точно не стала дурацким воротником для бедного голодного ежа. До скорого!